Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Саньонг и Рэкстон. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Внедорожник выпускался в пятидверном кузове на 5 или 7 посадочных мест. В его основе мощная лонжеронная рама и неразрезной задний мост. На Саньонг и Рэкстон устанавливали двигатели, изготовленные по лицензии Mercedes-Benz. Два бензиновых объемом 2,3 литра мощностью 140 лошадиных сил и шестерка 3,2 с мощностью 220 лошадиных сил. А также рядный пятицилиндровый турбодизель объемом 2,9 120 лошадиных сил. После 2004 года в гамме моторов появилась 165-сильная дизельная пятерка объемом 2,7 литра. После модернизации 2007 года в моторной гамме произошли некоторые изменения. Бензиновая четверка выбыла из нее, зато вместо пятерки 2,9 появилась еще одна версия объемом 2,7 литра этого агрегата мощностью 186 лошадиных сил. Коробки передач пятиступенчатая механическая, четырех и пятиступенчатые автоматические. После модернизации 2007 года механику и четырехступенчатый автомат, устанавливаемый с R6 объемом 3,2 литра, упразднили. С этим мотором стало сочетаться только автоматически на 5 ступеней. Кроме того, у Рэкстон два типа трансмиссии. Парт-тайм с жестким подключением переднего моста и смарт-тод, автоматически задействующая посредством вискомуфты переднего моста при проскальзывании задней. Есть и понижающая передача в трансмиссии. Доставшиеся от Мерседеса моторы в целом надежны, но требовательны к качеству топлива. Свечи и катушки зажигания на бензиновых двигателях – расходный материал. На моторе 2,3 литра без предварительных симптомов выходит из строя бензонасос. После 120 тысяч километров в моторе начинают подтекать всевозможные прокладки и сальники. Р6 надежнее, но теплонагруженнее и больше боится перегрева, поэтому раз в два года надо чистить радиатор и взять за правило следить за температурой двигателя. Со временем выходят из строя датчики положения коленвала и холостого хода. В группе риска – датчики массового расхода воздуха и лямбда-зонды. Турбодизели долговечны, особенно 2,9. Со временем изнашиваются форсунки впрыска, топливный насос высокого давления и турбина. В трансмиссии при 100 тысячах километров изнашиваются подвесной подшипники и крестовины кардана. Автоматические 5-ступенчатые коробки потребуют ремонта к 180 тысячам километров, а 4-ступенчатые еще раньше. В подвеске слабые шаровые опоры в сборе с рычагами и ступичные подшипники, которые живут не более 50 тысяч километров. Любой из моторов, производная от Mercedes-Benz, поэтому отличается долговечностью. Правда, на качестве топлива и масла экономить нельзя. В противном случае придется часто менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода, массового расхода воздуха и нейтрализатора. При покупке турбодизелей желательно их полная диагностика. Особое внимание следует обращать на турбины и топливный насос высокого давления. Механическая коробка неубиваемая. Сцепление служит в среднем 120 тысяч километров. В автомате через 60 тысяч километров, заодно с фильтром рекомендуется менять масло. Капремонт коробки потребуется к 200 тысячам километров. В группе риска полноприводные трансмиссии, задний редуктор, подшипники задних полуосей и раздаточная коробка с электромотором. Есть нарекания к коррозионной стойкости. Половина владельцев тратит много сил и времени на удаление ржавчины с кузова. По периметру ветрового стекла тоже возникает коррозия и еще вздувается краска. В передней подвеске слабы шаровые опоры нижних рычагов, а стойки стабилизатора придется обновлять на каждом ТО. В рулевом течет рейка. В базовом варианте с мостом-балкой к 50 тысячам километров придется менять стойки и втулки стабилизатора. Быстро проседают пружины, даже если вы редко грузитесь под завязку. В версии с независимой подвеской и AWD после 100 тысяч километров придется обновлять рычаги с сайлент-блоками. Амортизаторы выдерживают 60-90 тысяч километров в зависимости от стиля и условий езды. Ну а если вы являетесь владельцем Сан Йонг и Рэкстон, то пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!